Площадь церемониала в Брестской крепости уже давно стала местом, где проходят все самые значимые события города над Богом. Именно здесь школьники областного центра заступают на вахту памяти у вечного огня вот уже 50 лет. В честь юбилейной даты состоялся международный слет постов памяти городов-героев, городов-воинской славы и участников миротворческого движения, Академии мира и детской дипломатии. Реально наш пост памяти является гордостью нашего города, неотъемлемой частью мемориального комплекса. И мне кажется, что эти 100 тысяч брещан, которые разные годы имели честь стоять здесь у вечного огня, они выросли хорошими людьми и никто из них не жалеет, что была такая страница в его биографии. Это школа патриотизма, это символ, который показывает отношения брещан, жителей города Бреста до всей нашей страны к подвигу Великой Отечественной войны. И то, что сегодня на 50-летие приехали партнеры из 17 городов, это говорит о том, что все-таки наша школа, наша школа памяти, она достойна уважения, равно как и мы с глубоким почтением относимся ко всем элементам патриотической работы, которые есть в городах Республики Беларусь и Российской Федерации. Мы тоже должны у них учиться. Своеобразной изюминкой мероприятия стала церемония передачи священной земли Брестской крепости представителям делегаций других городов, в том числе и российских. Земля взята на месте ожесточенных боев в июне-июле 1941-го возле Холмских ворот. Землю вручить! Наверное! Ву! Шага! Пусть! Пост памяти – это, да, я сказал, лицо крепости Брестской мемориального комплекса, наверное, и нашего города. Это очень патриотично настроенные ребята, очень интересные, подготовленные. С ними интересно и пообщаться, они хорошо изучают историю обороны Брестской крепости, историю нашего города. Поэтому я лично сам горжусь, что мои уже дети, внуки прошли через пост памяти. Надеюсь, скоро и правнуки пойдут. Время идет, а пост памяти будто застыл во времени и существует вне его. Ребята, которые заступают на вахту, считают это своим долгом и честью отдавать дань памяти погибшим героям, которые первыми встретили фашистскую нечисть. Вахта памяти для меня – это большая честь и гордость. Это благодарность тем людям, которые защищали нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Для меня нести вахту памяти – это огромная гордость. Так как я могу почтить память защитников Отечества, тем, что стою здесь на посту и несу вахту памяти. Это какой-то определенный способ выразить свою благодарность людям, которые воевали за нас в годы Великой Отечественной войны. Мы стоим здесь 15-20 минут, когда солнце очень жарко, то иногда становится плохо. Но мы все равно должны стойко приносить все тяготы несения вахты памяти. Также мы, как экскурсоводы, проводим экскурсии. Тоже, где присутствует около 30 человек на экскурсии, тоже возникают определенные сложности с текстом и так далее. И так было, и есть, и будет всегда. Потому что в первую очередь пост памяти, пост номер один – один из элементов патриотического воспитания молодежи. А когда молодые люди сами тянутся к сохранению исторической памяти, то эта память будет жить и через сто, и через тысячу лет.